БУДОКОШЕЛЁВСКОГО РАЙОН Новые архитектурные формы созданы и в Гомеле. На аллее экзотических животных в Алатове появились новоселы, пятиметровый жираф, лев, медведица с медвежонком и лошадь с жеребенком. Мы находимся в Гомельском дворце Румянтовых и Паскевичей, где в эти минуты проходит презентация масштабнейшего выставочного проекта «Сто лет сто имен». Дело в том, что в этом году местный музей отмечает свой вековой юбилей, и белорусский соиск художников выступил с инициативой собрать под одной крышей работы ста уроженцев Гомельской области, состоящих в Союзе. Для некоторых художников регион стал малой родиной. Судьба увела их из родных мест, однако каждый возвращался в отчий дом при помощи искусства. Здесь собраны работы современников и их учителей. Сто произведений искусства в разных техниках и жанрах. Настоящая выставка мечты. Интересная, познавательная, удивительная и родная. Экспозиция раскрывает весь масштаб вклада уроженцев Гомельщины в сокровищницу белорусского и мирового искусства. Автор этой работы на неделе открыл свою персональную выставку в картины галереи Гаврила Ващенко. Ефиму Минивицкому 82. В Белорусский соиск художников его приняли всего два года назад. Хотя признание художник получил еще в 70-х. Начинал писать в традиционной манере, позже перешел в авангард. На выставке под названием «Путь к разуму» представлены 33 работы, среди которых портреты, пейзажи, фигуративные композиции. Художник активно интересуется вопросами происхождения христианства. Это отражается во многих полотнах. Увидеть философские труды Ефима Минивицкого можно в картины галереи Ващенко. Выставка продлится до 1 сентября. А насладиться естественной женской красотой приглашает музей фотографий. Здесь открылась фотовыставка «Женский портрет». Все работы принадлежат начинающим фотографам. Они познакомились во время обучения в одной из гумельских фотошкол. Идею создать совместный проект предложил их куратор Анастасия Концевенко. Результат можно увидеть на выставке. Фотомоделями проекта стали 40 гумельчанок разных возрастов и национальностей. Самой маленькой – 3 года, взрослой – почти 50. Евгения Кухаронок, Андрей Иванов. Новости недели.